Всем любителям настольных игр привет! Я Грейвулф и вы на канале iPlaySolo. Я продолжаю играть в пандемию наследия. Мы добрались до апреля месяца и прочитаем карту наследия, которую нужно прочитать до того, как раскладываем апрель. И здесь у нас написано «Продолжайте в том же духе, выполните две задачи из трех». Ну и следующая карта нам говорит «Стоп». Нам нужно поставить себе фишку напоминания на третье место на трекере инфекции. И взять эту карту нужно будет после того, как мы разрешим полностью вторую карту с эпидемией. Фишку мы себе поставили, напоминание. Все уже разложено. У нас здесь вообще нет ни одной карты события, потому что мы в апрель пришли с нулем. Мы выиграли три подряд игры и финансирование нам все уменьшали и уменьшали. Это должно было быть наоборот в реальной жизни, но здесь, видимо, они считают, что мы и так крутые, справимся и без финансирования. Идем не без косяков. Пользователь под ником «Собака обыкновенная» подсказал мне, что в первой игре я сделал ошибку. У нас была вспышка в Монреале, а мы наклеили наклейку на Чикаго. Соответственно, я сейчас наклею наклейку на Монреаль. А в Чикаго надо будет просто запомнить, что если у нас здесь будет вспышка, мы ничего клеить не будем. Мы оставим единицу. А пока что в Чикаго вообще проблем никаких нет. В Монреале у нас теперь два, там у нас восстание. Так что здесь мы исправили. Ну и еще мне сделал замечание пользователь Jellyfish Silver, за что ему большое спасибо. Замечание в плане того, что я города все время неправильно называю. Я действительно косячу, приношу за это извинения. Я попробую исправиться. Дело в том, что у меня здесь все написано на английском. И у меня очень часто, я думаю, на одном языке, говорю на другом. Поэтому если на английском это Montreal, я говорю Монтреаль. На самом деле, естественно, правильно произносить Монреаль. То же самое и Стамбул у нас. Это, естественно, Стамбул. И Тайпей у нас. Это Тайбэй. Я уж не говорю, как я бедный Эрият называл. Иридах, Ириятх. И как я его только не называл. Кстати, я посмотрел Лагос у нас. Ударение на А. И вроде бы все остальное я более или менее называл правильно. В общем, постараюсь, несмотря на английские названия, произносить их правильно по-русски. А вы, если что, вы уж меня простите, но не стесняйтесь делать замечание. Буду исправляться. Я по-прежнему играю Грей Вулфом, который является коллегой Саги. Сага у нас ученый. Я так и не хочу брать себе пока новых персонажей. Буду продолжать этими двумя. У нас в этот раз более или менее равномерное опять заражение. Есть и желтые кубы, и синие, и черные, и красные. Всего понемногу. Поэтому у нас есть бонус в этом месяце. Мы можем себе добавить в военную станцию где-нибудь. И мы как раз военную станцию поставим в Стамбуле. Но она нам особо ничего не даст, потому что ни у одного из героев нету жетончика военного. То есть мы не сможем ни строить эти станции, ни перемещаться между ними. Хотя нет, строить мы, наверное, их можем, просто перемещаться не можем. Так что, опять же, в апреле мы постараемся выполнить две цели. Это, ну, естественно, найти лечение для трех вирусов, найти три антивируса, и один вирус полностью уничтожить. Давайте посмотрим, что у нас по картам. Какой расклад. Желтая, желтая, черная и черная. В принципе, неплохо. И синяя, черная, желтая, красная. Здесь у Грея полный разнобой. Ну окей, кто первый ходит? На 1-3 сага. Опять сага у нас ходит первая. На этом кубике вообще что-нибудь кроме трех выпадает? Нет, по-моему, нет. А, бывает еще два. О, четыре. Ладно. Значит, кубик не крапленый. Начнем в Гонконге. Сара у нас из Гонконга отправится раз, два, три в Мумбай. И это будет четвертое ее действие. Черная карта. Отлично. Давай желтую. Питер. И заражение Калькутта. Так, Калькутта, Калькутта. И Мадрид. И вот, честно говоря, я не понимаю, что у нас здесь делает Мадрид. Прямо в океане. Кстати, я только первый раз на это внимание брать. Ну, хотя нет, здесь есть такая стрелочка, что он здесь. Ладно. Ерунда. Грейдет раз, два, три в Тиран. И передает, поскольку он коллега с сагой, передает ей карту Тирана. Берет две карты. Йоханнесбург и Киншаса. И заражает два города. Это Сеул. И Чикаго. Окей, теперь сага. Она у нас сбрасывает четыре черные карты. И ей не нужно для этого быть в лаборатории, потому что мы мутировали наш Блек-501 и находим от него вакцину. Действие номер два, она убирает сразу два кубика из Мумбаи, потому что вакцина найдена и теперь она может тоже убирать все кубики за раз. И действие номер три-четыре, она возвращается в Калькутту. Так, теперь у нас Сеул, желтая нужна, и Монреаль. О, отлично. Это наша карта с экспериментальной программой. Здесь мы можем эту карту разыграть как событие и убрать один кубик заражения с любого места с доски. Это хорошо. Что у нас? Эссен. Бедный Эссен не обходит заразу. Понятно, туда на столчике со всего мира съезжается. И Осака. Грей у нас едет в Багдад. И из Рияда своим действием лечения соседних городов убирает все кубики из Рияда. Это действие номер два. Действие номер три-четыре. Он едет в Алжир. И кубики здесь убираются без действия, потому что у него есть умение. Он автоматически убирает кубы вылеченных заболеваний из города, в котором он находится. Плюс препятствует их появлению в этом городе. Ну а теперь он будет брать карту. И это Майами и Эпидемия. Главное, чтобы сейчас была не черная валячка. Буэнос-Айрес. Буэносе. Это, кстати, плохо, потому что у нас здесь могут быть две вспышки. Карты там перемешали. И, наверное, попробуем снизить немножко риск. Карту Монреаля сыграет Сага как событие. Ну и здесь нам нужно, конечно, угадать. Буэнос или Сан-Паулу. Буэнос-Айрес или Сан-Паулу. Давайте, наверное, Буэнос. Уберем один кубик. Жалко, что не два. Ну ладно, теперь заражаем. Это Мадрид. И Шанхай. Живем. Все нормально. Пока, во всяком случае. И Шанхай. Теперь у нас Сага. И она у нас может смотреть две верхние карты в начале своего хода. Что мы и сделаем. У нас там Лагас и Алжир. Это не страшно совершенно. Итак, действием номер один мы снимаем последний черный куб на карте. Это позволит нам уничтожить Блек-501. Он больше не появится в этой игре. И мы в следующей игре сможем его мутировать. Так же, как мы сделали с RTM и 16J. Сага у нас отправится в Гонконг. Действием номер два. Действием номер три в Атланту. И действием номер четыре в Майами. Возьмет она две карты. Это Москва и Хо Ши Мин. Там у нас заражение. Лагас. И Алжир. Нет, Алжир не заражается. И теперь Грей. Грею, естественно, надо спасать Сан-Паулу. Поэтому он идет у нас... Едет в Каир. В Хартум. Лагас. Это у нас действие номер три. И действием номер четыре он дает команду своим латиноамериканским коллегам. И они убирают все кубы из Сан-Паула, используя его способность местных связей. И теперь он берет карту, но у него уже шесть карт. Сейчас бы вот желтую взять. Нет, Нью-Йорк нет. И нам одну карту нужно сбросить. Это будет карта в Нью-Йорк, а потому что она сейчас... Эта карта получается у нас бесполезной до конца игры. Я так понимаю, мы в Нью-Йорк уже все равно прилететь не можем. Там забастовки, аэропорты закрыты. И теперь давай желтую. Нет, красная. Пекин. А, у нас Нью-Йорк это была седьмая карта. Не обязательно было сбрасывать. Ну ладно. Все равно бы я ее сейчас сбросил, потому что Пекин я лучше оставлю. И Чикаго. Вот там карантинчик объявлять. И Силу. Сага глянет, что у нас там Эссен не страшно. И Буэнос-Айрес уже тоже не страшно. Поэтому Сага у нас поедет в Лос-Анджелес. Раз, два. И в Лос-Анджелесе Аняна передаст карту Грею, желтую. А ему придется одну сбросить. И это будет Париж. Действие номер четыре. Отправляемся в Мехико. Наверное. Можно было бы в Чикаго, но я хочу доехать, если честно, до Буэносо. И построить там исследовательскую станцию, если получится. Так, берем две карты. Лима. И Мумбай. Семь карт у Саги, все в порядке. Пока что. Так, здесь у нас Эссен. И Буэнос. И Буэнос как раз третий. Окей. И теперь Грей. У нас опять же YV23M мутировало, поэтому нам не нужно ехать в исследовательскую станцию. Грей сбрасывает пять карт желтых и вылечивает желтое заболевание. Находит вакцину. Поскольку он нашел вакцину, автоматически кубы из Лагоса убираются, так как он находится в этом городе. И это было... Действие это никакого от него не требовало. Действием вторым он из Киншаса убирает кубы. Действием номер третьим он приезжает в Сан-Пауло. И действием номер четвертым он приезжает в Буэнос. И из Буэноса кубы убираются автоматически, потому что мы нашли вакцину. Смотрите-ка, как все чинно и гладко. И получается, что мы уничтожили желтое заболевание. Ага, мы его тоже сможем второй раз мутировать. А что у нас, кстати, с красным? А, красным нам вообще теперь даже действия не понадобятся для того, чтобы найти вакцину. Смотрим. Мадрид и Хартум. Рият черный уже не существует. И Осака. Да, Осаку мы, конечно же, нам придется ее заразить. Очередь с Саги. Но мы сначала посмотрим, что у нас там за две карты. У нас Мумбай, которого нету. И Париж. В Париже будет третий куб. Надо туда, кстати, побыстрее лететь и закрывать там все эти проблемы. Но сначала... Я думаю, сначала Сага отправится... Может быть, это, конечно, ошибка. Я трачу ходы зря. Надо, может быть, побыстрее организовывать передачу красных карт. Либо ей, либо медику. Ну, раз, два, три. И действием четвертым мы строим в Буэнос-Айресе исследовательскую станцию. Поскольку у нас есть карта Буэнос-Айреса, которую мы сбрасываем. Так, у Саги шесть карт. Сейчас берем седьмую. Это Рият. И восьмая. Это Эпидемия. Да. Ну, рано или поздно должно было случиться правильно. Манила. В Маниле будет три куба. И все перемешиваем. Перемешали. Здесь у нас, кстати, дошло до роковой отметки. Пока что, напоминание себе оставим. И заразим два города. Ну, давай. Буэнос. Ага. Нет, потому что желтую мы уничтожили. Давай черную. Эссен. В Эссене третий. Упс. Трупово в Манвриде. Ну, а теперь давайте смотреть, чего нам там приведет. Привезет карточка наследия. Вот это вот. Вряд ли что-то хорошее. Ха-ха-ха. Ух. Внимание. Кода снова мутировала. Ой, елки-палки. У жертв коды кожа становится прозрачна. Через нее можно видеть внутренние органы и ткани. Ух. И хуже того, эти исчезающие, как, видимо, прозвали, часто впадают в состояние дикой ярости и атакуют все, что видят. Стойте, стойте, стойте. Ух. Ребята, они зомби-покалипсис ли у нас здесь намечается? Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Это будет, конечно, круто, если это так. Так. Они очень часто находятся в замешательстве во время этих приступов. У них галлюцинации и замечается очень странное поведение и ненормальное поведение. После этих агрессивных периодов они в плане состояния как бы возвращаются в нормальное состояние, хотя на них страшно смотреть. И мы вскрываем вон сколько дверей или окон в нашем досье. Так. Р. Что у нас здесь? Получаем доступ снова к секретной информации. Открываем контейнер номер три. А здесь у нас исчезающие города. Отныне мы будем ставить вот эти вот исчезающие фигурки вместо кубиков коды, включая расклад игры. И города, собственно, станут исчезающими городами. Будут становиться исчезающими городами по мере появления исчезающих фигур в них. Фух. Да. Ну и здесь правило тоже, что помечаем города, которые становятся исчезающими стикерами и заменяем кубики коды в этих городах на вот эти исчезающие фигуры. Также у нас могут быть вспышки, если нам понадобится поставить четвертую исчезающую фигуру в город. Ох-ох-ох. Наклеили стикер в соответствующее место в книге правил. И теперь вскрываем третий контейнер. Эх, что у нас там, что у нас там, что у нас там, что у нас там. Да ладно! Блин, ну это вообще круто! Вы посмотрите на это, это мини-фигурки, офигеть! Смотрите на эту красоту, обалдеть! Ооо, вот это реально круто! Обалдеть! Ну они дают, ну дают! Да! Весело! И ушко у нас следующее. Ребята, ну это реально круто! Они еще и миниатюрки сделали. Я так чувствую, что у нас будут зомби в этой игре. Вот это, конечно, реально круто здесь говорится о заражении соседних городов. То есть, если у нас будут вспышки в городах, где у нас есть эти фигурки, то в соседних с ними городах, вне зависимости от цвета кубиков в этом городе, тоже появятся вот эти исчезающие фигурки, города станут исчезающими. И каждый раз, когда нам надо будет там разместить куб оригинального цвета этого города, мы вместо него размещаем фигурку. То есть, у нас сейчас эта зараза может распространиться по всему миру очень быстро. И вот мы вклеили это правило в нашу секцию по вспышкам. Начинаем ход с исчезающими фигурками. Если мы начинаем ход в городе, где у нас находятся исчезающие фигурки, то наш герой получает один шрам. И надо помнить, что если мы не можем добавить новый шрам, наш герой пропадет без вести. Ну что там еще? Эх. Когда добавляем исчезающие фигурки в город, в котором есть маркер карантина, убираем карантинный маркер. Если мы не в состоянии поместить фигурку, исчезающую на доску, мы проигрываем игру. Ну, собственно, здесь как и с кубами. Тоже добавляем это правило в нашу секцию инфекций. И если мы не в состоянии поместить необходимое количество исчезающих фигурок на доску, мы проигрываем игру. И этот стикер у нас идет в раздел условий, по которым мы, собственно, проигрываем. Добавляем стикер на нашу коду. Не можем излечить. Помещаем фигурки исчезающих вместо кубиков. И, собственно, изменяем инфекционные города в исчезающие города. Преобразовываем инфекционные города в исчезающие города. Собственно, наклеили. Я что-то теперь не понимаю. Похоже, нам синие эти кубики все надо менять на вот этих вот исчезающих чувачков. Жестко. У нас это еще не все. Тебе 36-й. Ага, наклеечки появились. Город Зеро. Первый город, который получит исчезающую фигурку, является городом Зеро. Городом, где все началось. Поместите стикер на этот город. Какой же у нас, интересно, будет первый город, в котором это все начнется. Я так предполагаю, что они предполагают, что у нас будет очень много городов, в которых появится будущее, я так понимаю, Замбаки. Вот вам и апрель. Новые шрамы здесь у нас. Испуганный, дрожащий и параноидальный. Испуганный это у нас. Мы можем, вернее, нам потребуется дополнительное очко действия для того, чтобы переезжать, перемещаться между соединенными исчезающими городами или исчезающими городами, которые содержатся исчезающие фигурки. Дальше вот этот дрожащий, слабый. Нам потребуется на одну очко действия больше, чтобы закрыть город на карантин. И паранойя последней. Мы не можем делиться знаниями, соответственно, передавать карты, кроме как тем, кто находится с нами во взаимоотношениях каких-либо. Ну и последнее, по крайней мере, на этой карте. Это у нас что? Это у нас апгрейды в конце игры. Дополнительный апгрейд возможен. Авиаудар. Обалдеть. Мы можем убрать полностью один исчезающий, одну исчезающую фигурку из города. И это у нас нефинансируемое событие, то есть его мы сможем наклеить на какую-нибудь карту города. Ну и снова останавливаемся. Эту карту мы сможем взять только после первой игры в апреле до апгрейдов. Ну вот сколько всего произошло, и теперь с этим как-то надо разбираться. Я так понимаю, что синие кубы мы сейчас меняем на исчезающие фигурки. У нас все эти города станут, включая Эссен, станут исчезающими. Нет, я разобрался, у нас пока зомби не появятся. Исчезающие, вернее, будем их пока называться исчезающими. Фух, как это все разгребать. Я-то планировал красненькие лечить. А у нас теперь синенькие проблемы. У нас следующий синий город, любой, это, ребята, будет город зеро. Ёлки-палки, у нас там Париж, Мадрид. Так, короче, медику ничего не остается, кроме как лететь в Мадрид, вместо того, чтобы сейчас вспышки ликвидировать в Азии, а у нас там будет вспышка Палюбас через Манилу. Он летит в Мадрид, пока мы это можем сделать, потому что это в городе волнение. В Мадриде он устанавливает карантин, едет в Париж и в Париже устанавливает карантин. Я не хочу никаких в Европе, понимаешь ли, городов зеро. Идите вы. Так. Нет. Не может такого быть. Нет, по-моему, это я просто перепутал и карту, которую сейчас мы же эпидемию разрешали, я, по-моему, просто положил. А нет, вот она. Как? Как такое может быть? Вот ёлки-палки и кот на палке. Вот это вообще сейчас не в тему. Вот это вообще не в тему. Да, ещё одна эпидемия. Не с того, понимаешь ли, не с сего. Так, ладно. Сейчас сначала мы с ней разберёмся уже до конца. Так, подождите, я всё-таки проверю. Ну да, всё верно, я проверил эту колоду. Здесь у нас две карты эпидемии уже было, то есть это... Ладно. И это значит, что мы сейчас перемешаем вот эти две, и у нас по-любому эссен будет сверху, и в эссене будет мало того, что эссен у нас станет эссен, эссен. Ну как такое может быть? Станет у нас городом зеро. Так и там ещё и произойдёт вспышка. Ёлки-палки. И у меня нет ни одной карты, чтобы этого отменить. Ни одной. Чинай. Это не страшно, чёрный уже нету. Но сейчас я замешаю эти три карты, и они три вылезут, потому что их даже замешивать нет смысла. Потому что у нас три. Уровень инфекции три. Ну что делать, друзья? Друзья, вот такая вот судьба у нас. И ещё одна карта у него, это Чинай. Так, и вот теперь нам нужно заразить три города, и мы уже знаем, какие это три города. Это Буэнос. Но у нас жёлтая зараза полностью уничтожена. И это, ребята, эссен. И эссен у нас становится граунд. Вернее, сити-зеро. Там, где всё началось. Ну, это только со мной могло такое произойти, что вот в Эссене, в городе, в настольных выставке самой большой настольных игр, в которую я так часто хотел тут попасть, понимаешь ли, к Грейвулфам, а там побывала только сага. В этом городе всё и начинается. В этом городе, видимо, на самой выставке куча любителей настольных игр превратились в зомбаков. Представьте себе такой сценарий для фильма ужасов комедийного. Ну, что ж, мы наклеиваем там значок прямо на эссен. Теперь это у нас город Зеро. И там у нас появляется вместо трёх синих кубов появляется три зелёных чувачка. Четвёртый куб мы ставить не можем, у нас происходит вспышка первая. У нас город, в городе начинаются волнения. И ещё бы они там не начались, когда там такое происходит. И у нас распространяется эта зараза в бедный Питер, и в Лондон, и в Милан. Но в Париж нет, в Париже мы успели на карантин его закрыть. Парижу повезло, а вот Лондону, Милану с Питером нет. Ай-яй-яй-яй-яй. И Лондон. Ну что ты будешь делать, Сага? Так, она может две карты посмотреть, хотя теперь у нас там заражать мы будем по три. У нас там Чиннай и Манила. В Маниле это будет четвёртый куб. Так, Сага, надо ломиться в Манилу. Хорошо, что мы здесь построили станцию. Летим в Гонконг. Раз, два и, может быть, три-четыре. Вот так вот делаем. Чикаго. Да, у нас же ещё там Чикаго с вами. Надо бы туда, наверное, слетать. В Питере или в Москву. В Москву мы сбросим. И Атланта. Нет, лучшую Атланту, наверное, мы сбросим тоже. Оставим вот так вот. Вот эти семь карт. Ну и посмотрим, что у нас там будет за третья карта. Чиннай у нас Блек 501 вылечен. Манила появляется один кубик. И Эр-Ри-Яд. Ничего страшного. Хорошо. Так, Чикаго боюсь мне не спасти. Но мы ставим, устанавливаем карантин в Париже снова. И срочно летим в Чиннай. В Чиннай. Из Чиннай едем в Джакарту. Это третье действие. И четвёртым действием передаём карту Саге. И она, наверное, сбрасывает карту Слимой. Теперь Грей Вулф берёт две карты. Шанхай и Сан-Франциско. И заражает три города. Лагос. Нет, мы уничтожили. Уай Ви 23М. Чикаго. Да, Чикаго. Не повезло. Так, Чикаго у нас третья куба. Это означает, что у нас в Чикаго появляются зомби. Надо было сначала наклейку наклеить. Обалдеть. Такие фигурки прикольные, кстати. Так, и третий город. Осака. Осака, Осака, Осака. Сага теперь у нас, ну, осталось совсем немножко. Посмотрим две карты хотя бы. Мадрид у нас там будет. И Шанхай. Шанхай. Как бы не страшно. В Мадриде у нас карантин есть. Значит, Сага у нас, наверное, в Чикаго отправится или уже поздняк? Да, наверное, Сага отправится в Чикаго. На самолете. И установит там карантин. Действием номер вторым. Нам обязательно надо уйти из этого города. Потому что если мы начинаем в городе с зомбаками, то мы получаем шрам. Это было действием номер два. Действием номер три я, конечно, могу прилететь в Питер. Но если я там устанавливаю действием четвертым карантин, то Саги Хана. Ну, не Хана, но первый шрам. А только, может быть, два шрама. И мы видели там шрамчики такие, что лучше их не использовать, не получать. В общем, это было действием номер два. Да. А мы в Чикаго установили. И теперь действием номер три. Да, мы, наверное, летим все-таки в Питер. Действием номер три. Летим в Питер. Три. И из Питера уходим в Стамбул четыре. Берем две карты. Давай красную, красную, давай, красную, давай, красную, давай. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Красную, давай, красную, давай. Красную, 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 красную. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. мы теперь красную можем вылечивать даже без очка действия то есть даже не в свой ход мы сейчас завершили эту игру и не хочу больше зомби мадрид в мадриде у нас был карантин шанхай шанхай появляется третий куб а уже фух слава богу а уже не страшно у нас black 501 вылечен так ну что ж теперь grey wolf давай чувак давай спасай ситуацию как ты обычно делаешь тебе нужно либо в шанхай либо в пекин если мы пойдем в шанхай да знаете что мы делаем мы не поедем а мы полетим пекин раз действием номер два приедем шанхай действием номер три уберем отсюда все кубы и действием номер четыре передадим карту саги а поскольку нам не требуется больше действия для нахождения лекарства мы по моему можем прямо сейчас завершить эту игру даже не тащая не заражая больше никак не то не вытаскивая карты не заражая больше города сейчас я быстренько прочитаю да если нам не потребуется больше действий если нам не требуется действия для нахождения вакцины благодаря мутациям то игрок может скинуть необходимые карты и найти вакцину даже если это не их ход супер есть апрель 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 задал ты нам тон но мы тебя сделали все равно я думаю март будет очень сложным но в апреле мы победили ура мы победили и вылечили нашли вакцину эти два у нас уничтожены в общем мы выполнили цель обе цели обе две задачи поставленные выполнили и завершили победой этот месяц что нам там новенького преподнесет карта с наследием это очередной бонус и здесь у нас как можно догадаться бонус на любую кру в мае можно убрать исчезающую фигуру одну с доски и вернуть ее в снабжение следующую карту нам нужно достать перед тем как мы будем раскладывать май то есть это будет уже сделано потом а сейчас мы выберем два апгрейда и я воспользуюсь тем что я уничтожил два заболевания и мутирую уаеве 23 м и black 501 и мы как и арти и мне 16g сможем их находить вакцину не находясь в исследовательском центре и не тратя очка действия круто же вот и все теперь у нас они все про мутированы по полной программе ну что ж друзья вот так апрель у нас в игре зомби в пандемике кто бы мог подумать чтобы будет дальше сложно предположить но думаю будет очень сложно супер супер игра я должен сказать вообще все мои ожидания полностью оправдывает всем кто был со мной большое спасибо увидимся с вами в следующем видео всем пока